С детства Анастасия Клочкова увлекается баскетболом. Это для неё одновременно и физическое развитие, и верные друзья, и возможность провести время с пользой. Вся моя жизнь, где-то с 5 класса началась в любительском баскетболе. Я всю школу, на всех районных соревнованиях участвовала. Потом я пошла в ВУЗ, попала в университетскую команду. Стала помогать районной команде Баковидной, в самих протоколах, на их соревнованиях. Окончив университет, девушка пришла работать во дворец Спортовидная, секретарём. А потом, попав в молодёжный совет, и в нём заняла соответствующую должность. В совете, рассказывает Настя, собралась молодёжь различных увлечений. Но каждый хочет привлекать молодых людей к активному образу жизни. И в этом суть молодёжного парламента. Я думаю, связать людей разных увлечений, молодёжь разных возрастов, от, например, школьников до уже более старших и семейных, чтобы люди передавали какие-то свои знания, то, что они уже увидели. Более младше, младше, хотя Юля ещё младше. И тогда это будет действовать, это будет работать. Меньше стали интересоваться именно спортом, по наблюдениям. Но я не думаю, что мы настолько потеряны все. И я думаю, что нас можно оживить. Главное – заняться этим и дать людям информацию о том, что проходит, связать их. И я думаю, что всё пойдёт в гору. Первым большим общим делом стало проведение Дня молодёжи. Молодёжный актив с энтузиазмом включился в работу, сделав праздник интересным и незабываемым. Пока у нас ещё не написаны планы мероприятия. Мы над ним работаем. У нас уже есть несколько задумок на День города, несколько проектов, которые являются международными. Мы хотим их провести на нашей площадке. Но пока есть предварительная такая договорённость с властями. В сотрудничестве с местной властью, считает Анастасия, молодёжный совет сможет добиться многого и реализовать свои большие и малые планы. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Анастасия Нархонова. Видно.ТВ. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова